Глория, вы заказывали активный звонок? Заказываю. У вас как идет? У вас именно клиника? Не вы лечите от алкоголя, а как вы лечите? Мне интересно. У вас идет не реабитационный центр, правильно? Нет, нет, у нас работают врачи высшей категории, мы не реаб-центр. Ну, а то я не хочу в реабитационный центр обращаться. Приветствую вас, друзья. Многим родственникам, которым приходилось сталкиваться с алкоголизмом или наркоманией своих близких людей, наверняка слышали о реабилитационных центрах. Что такое реабилитационный центр и чем он отличается от наркологической клиники? Как вы понимаете, само название реабилитационного центра подразумевает под собой реабилитацию. В прямом смысле реабилитация – это восстановительная медицина, где в большей мере предполагается физическое восстановление лиц с приобретенными уже заболеваниями. В наркологии же под реабилитацией предполагается проведение совокупности медицинских, психологических, педагогических, социально-психотерапевтических, правовых и социальных мер, направленных на восстановление не только физического, но и психического, социального и духовного здоровья и способности функционирования этой личности в обществе без употребления наркотических или алкогольных средств. И теперь два разграничения – наркологическая клиника и реабилитационный центр. Кто же работает в наркологической клинике? В наркологической клинике работают врачи-наркологи, специально прошедшие подготовку, аттестованные, имеющие определенную квалификационную категорию и среднемедицинский персонал, специально подготовленные к этой работе. В наркологических клиниках работают медработники, придерживающиеся норм и правил медицинской деятельности и выработанных протоколов лечения. Консультации в клиниках проводятся платно. Так как пациенты в наркологические клиники обращаются добровольно, то процесс лечения в большей своей степени проводится амбулаторно. Чаще всего индивидуально, и пациент имеет возможность не прекращать своей трудовой деятельности. Кто же работает в реабилитационных центрах? Это люди, прошедшие лечение по поводу алкоголизма, либо наркомании, находящиеся в ремиссиях или временно не употребляющие психоактивные вещества. Это так называемые социальные работники или соцработники, без специальной подготовки и образования. Иногда реабилитационные центры приглашают для временной работы по совместительству психологов, иногда врачей-психиатров. Консультации в них проводятся бесплатно. Зачастую доставка пациентов и нахождение в реабцентрах проводится принудительно, что уже нарушает законы Украины и Международную конвенцию о правах человека. Ну и естественно, не имея медицинского образования и специальной квалификации, оказание специализированной медицинской помощи в реабцентрах проводиться не может. В основном там применяется групповая американская методика 12-ти шагов, которая была разработана еще в Калифорнии в 1935 году. Там используются молитвенные техники и, естественно, за основу этой методики 12-ти шагов была идея покаяния перед высшими силами. Сроки пребывания в реабилитационных центрах от 2-3 месяцев, чаще всего до 6, но бывает и до года. И естественно, что зависимые, находящиеся в реабцентрах, не имеют возможности трудиться. Не хочу плохо говорить о всех реабцентрах. Естественно, есть достойные реабилитационные центры, где работают квалифицированные врачи-наркологи. Но их не так уж много по сравнению с многочисленными реабцентрами, которые работают, естественно, без лицензии Минздрава и иногда они просто приобретают вид тюрем. Такие реабцентры располагаются, как обычно, в больших особняках двух- или трехэтажных, за высоким забором, имеют филиалы в разных городах. И естественно, что люди там практически удерживаются силой. Наркологические клиники же находятся по стационарным адресам и имеют стационарные телефоны. Там не преследуют насилие и, естественно, реабилитацию проводят только после лечения. Я акцентирую на этом внимание, что само понятие реабилитация – это восстановление каких-либо социальных, физических, психологических, психических процессов. Поэтому реабилитация должна проводиться не в начале лечения, а только после него. А если реабилитационный центр не обладает возможностью лечения, то, естественно, сам процесс реабилитации уже извращен. Поэтому эти два параллельно работающих направления в наркологии отличаются приблизительно так, как самолеты с автобусом. Я советую вам посмотреть два сюжета из старых наших фильмов. Наркологическая клиника «Глория» слушает.